всем большой привет решила я не затягивать с пустыми баночками а все что накопилось на данный момент уже показать потому что из корзиночки это все дело вываливается и ждать когда закончится месяц или пройдет ровно месяц не хочется честное слово тем более очень много у меня было мелких продуктов они места занимают немного но они говорить все равно придется время тратить и по факту затяжные получаются ролики ну давайте начнем как всегда самого неинтересного для меня это чуть-чуть совсем у меня под рукой оказалось хозяйственных видишь как сказать это вещей да то продуктов до тает тает на 3 килограмма вы знаете вот порошки я тоже не очень люблю показывать почему потому что вот я сегодня пошла в магазин за порошком увидела скидку на тает я его взяла завтра будет скидка на ариэль я возьму ариэль то же самое лоск увижу лоск возьму лоск поэтому для меня вот такие вот хорошие порошки которые может быть прорекламированные как следует они вот в принципе похожи друг на друга хорошо проверять такие вещи на рабочих вещах у кого мужчины работают в каких-то зонах где можно испачкаться например тот же гараж или еще что-то у меня ребенок хоть и пачкается но я стираю практически каждый день и такая грязь она отстирывается в принципе даже самым любым экономным порошком поэтому так от faberlic кондиционер для белья закончился вот такой вот у меня вообще таких малышек было очень очень много были времена когда их много набрала чтобы потестировать и так вот их и тестирую до сих пор это хороший очень хороший кондиционер для белья он концентрированно пахнет из бутылочки а на белье слабый слабый едва уловимый аромат остается я выполаскиваю так что практически ничего не остается от аромата и еще покажу что я последнее время подсела показывать то что не люблю это ватные диски мягкие нежные 120 штук от я самое сто процентов хлопок у него эффект есть прошитого края и даже написано не эффект а тут написано прошитые почему показывает наверное в моем городе самый эконом вариант хороших ватных дисков ну неплохих ватных дисков поэтому вот это я самая у нас пятерочки продается у нас нет ашана поэтому я показываю то что у нас самое самое выгодное вообще случайно попала очередная бомбочка наверно даже последний бурлящий шарик у ребенка закончился от кафе красоты хочу отметить вот кафе красоты тем что наверное очень зависит как хранятся или как вот упаковано достаточно ли плотно вот это вот упаковка если она где-то прорвалась или от царела то шарик будет бурлить плохо если он свежий и хорошо упакован герметично то он будет так веселить ребенка и бурлить хорошо тут у нас последний шарик был вот моего дотратили теперь перейдем к пене пена вот в этом месяце вот такая была у меня сибирская купель эту пену присылала мне юленька у нее канал называется юля юла спасибо юля огромнейшее впервые я пользовалась вот такой эконом пены вы знаете есть достаточно много 75 миллилитров хватает на всю ванну и аромат у него знаете вот прямо травой вот написано чабрец и эхинацея вот так и пахнет чабрецом эхинацеей какое-то ощущение что ты лежишь и лечишься принимая ванну пенообразование не такое как вот в эйвен например но она сама пена очень приятная такая понравилось очень хорошее средство давайте по волосам вот тут как раз но на волосах то я в этом месяце решила многие пробники испробовать потому что честно они складируются один за другим и пользуешься шампунями больших объемах в бутылку в бутылках а бедные пробники они так вот лежат лежат и не знаю какую-то пучку создают ненужную я решила в этом месяце на них удар сделать от шварцкоп попробовала я нулевая потеря яркости очень для окрашенных волос вот такой шампунь и маска маска до маска в каждом сколько миллилитров по 12 миллилитров в каждом пробнике они так вот были приклеены вы знаете 12 миллилитров для меня чуть чуть маловато для волос волосы у меня длинные но шампунь я не лью по длине волос только на саму голову потому что длину волос я мою пеной который образовывается но вот чуть-чуть мне как мне показалось не хватило мне шампуня но он хорошо промыл волосы даже как бы вот небольшим количеством вот этими 12 миллилитрами мне хватило чтобы хорошо промыть голову маска приятная хорошая она и напитала волосы и сделала их мягкими послушными то есть замечательная маска насчет того что они предназначены в целях защитить цвет окрашенных волос то одним пробником конечно никто не защитит ничего но у меня и краска хорошая которая не знаю нужно нуждается ли в такой защите но в любом случае мне понравилась эта пара очередной шампунь покажу мне кажется каждый месяц у нас такой это от bio arctic это любовь моей мамы она их любит у нее очень жирнятся быстро волосы и именно вот этот шампунь ей нравится благодаря ему она моет голову через день вот поэтому каждый раз я его показываю она мой без кондиционера волосы в кондиционере не нуждаются теперь шампунь который закончился у моего мужа это шампунь от перхоти для всех типов волос от faberlic в эксперт фарма вы знаете девчонки многие пишут что к шампунем привыкает голова не надо против перхоти пользоваться может быть это и так но вы знаете мы им уже пользуемся больше ну как мой муж больше как для профилактики потому что этот шампунь полностью очистил голову голова хорошая чистая никакой перхоти даже не пахнет и поэтому он его любит иногда он переходит на другие шампуни но когда faberlic акции или есть возможность я беру такой чтобы у него он был и время от времени пользоваться потому что жить без перхоти это гораздо лучше чем от нее страдать так теперь еще покажу один шампунь он очень оригинальный вот такое название он был интересен тем что здесь такая знаете как каучуковая печать было так сделано под старину вот это вот веревочка как-то его украсил мне понравилось честное слово так давайте так поближе покажу название вот так он называется с лечебной грязью для всех типов для проблемных особенно это необходимо давайте тоже вот так покажу вы знаете мне он очень понравился у у него аромат на любителя но так как это все таки средство лечебное 100 миллилитров кстати в эту бутыльки да это кто же поближе покажет автор как тот хочется его отметить знаете какой состав этот шампунь требуется на одну три минутки даже оставлять на голове чтобы он все-таки немножко поработал с волосами полечил их как-то аромату пахнет эфирными маслами знаете как бальзам звездочка что-то типа такого но он хорошо промывает волосы и мне нравится как волосы ольфу как волосы себя чувствует после него вообще вот этот аромат если кто-то пользуется мылом таким густое мыло хамам то вам понравится вот этот аромат потому что он как раз вот аромат вот этого вот мыло хамам бьет в нос просто я фу сказал не потому что мне не нравится мне нравится это мыло просто эфирными маслами когда бьет в нос он так немножко что-то вздрагиваешь но в любом случае шампунь не понравился он был интересный еще один шампунь который я очень хотела попробовать он очень дорогой ко мне приезжала в коробочке красоты вообще вот эти вот пробники все которые или мини версии они приезжали ко мне в коробочках нее бьюти бокс и я их по использовала вот этот шампунь он полноразмерная версия там около трех тысяч стоил поэтому мне было очень интересно как он себя будет вести ну что я могу сказать шампунь то хороший аромат приятный но как мне кажется идентичные продукты есть и в бюджетном варианте тот же понтин прави может быть я ошибаюсь и возможно у понтин прави не такой состав как вот у этого это может быть но по действию и потому как себя ведут волосы после шампуня ну вот есть более дешевле чем три тысячи за пузырек но в любом случае я себе такой позволить не могу и для меня было интересно попробовать и забыть маски вот такая была маска 30 миллилитров не ухватила на два или три раза не помню точно мне очень понравилась эта маска может быть она вот тоже украсила например вот этот шампунь я использовала с этой маской один раз и этот я использовала с этой маской один раз и она работала замечательно мне очень понравилась она на волосах давать так вот что есть информация какая есть покажу так требовалось просто вот например у меня от олес был шампунь он гораздо дешевле чем вот тот коричневенький он был тоже очень очень классно еще одна маска который хватило на один раз вот так она выглядит могу так поближе она хороша для непослушных волос у меня волосы длинные и много-много раз концы крашеные они можно сказать непослушные хорошая маска после нее неплохо расчесывались волосы но одно применение сложно говорить о целом продукте все переходим гелем для душа гель который мне прислала викуля оленево виконька спасибо тебе большое это от oriflame с ароматом киви здесь 250 миллилитров вот такая бутылка когда мне лень пользоваться гелем а потом скрабом то мне в помощь вот такие продукты когда в геле есть скрабинки замечательный гель он и скрабировал немножко густой приятно пахнет киеве единственный но можно отнести это к минусу сколько бы я его не смывала эти скрабинки все равно почему-то остаются на теле но не все конечно когда я начинаю наносить на себя либо крем либо там какое-то молочко для тела я все время встречаю вот эти скрабинки как они что-то прилипают ко мне я не знаю после скрабов такого нет вот этот гель почему-то цеплялся и очень хотел со мной не расставаться так дальше из гелий закончилась у максимки он решил потратить вот такую малышку это вот такой котик такие гели продаются часто в магнит косметик прямо на кассе этого котенка нам прислала юленька юла вы знаете было мне самое интересное что за гели находятся вот в таких вот эконом упаковках или как уж их можно назвать потому что обычно максимка их всех складывает а так как у него такой котик уже был он решил один попробовать по факту оказался очень жидкий гель и он больше вот наверное как ну вот как украшение ванной комнаты это прямо такое жидкое жидкое мыльце с таким невзрачным ароматом но упаковка и как смотрится в ванной комнате как украшение это замечательное средство но тело он в любом случае промывает и хорошо очень хорошо себя ведет на теле поэтому в целом то неплохо но покупать например как средство как гель для душа нет больше как украшение скорее так дальше подари радость вот такую радость мне подарила Оленька из Тюмени привет моя хорошая это наш фея в этом жидком мыле было 320 миллилитров аромат клубники Максим сказал что это ему радость такую подарили потому что смотри она какая радужная и детская на самом деле мыло пахло клубничкой но такое не как мы говорим что вау варенье нет обычный такой простая простой такой аромат клубники простое мыло мылилось смывалось не сушила кожу но при этом как мы говорим рабочая лошадка вот такое мыло то есть вот было и было и замечательно рука к нему тянулась потому что написано подари радости оно такое яркое красивое само было розового цвета и с огромным удовольствием мы им все равно пользовались дальше дальше покажу зубную пасту тоже это из серии рабочей лошадки то есть это как бы паста к которой моя семья время от времени возвращается то есть куда бы нас не махнуло чего бы мы не купили всегда у нас в запасе оказывается паста от сплат они у них разные это вот именно с голубой полоской хорошая паста единственное вот тут написано что восстановление эмалии безопасное отбеливание отбеливания тут нет никакого она просто чистит хорошо чистит зубки 100 мл белого цвета хорошая паста и мы к ней как я уже сказала возвращаемся скраб для ног у меня закончился от Эйвен футворкс этот скраб мохито и лайм 75 мл мне Ксюша Станкевич такой скраб присылала Ксюша спасибо тебе огромное я если честно не помню это все еще твой или я еще покупал но в любом случае спасибо огромное этот скраб он достаточно легкий очень много кремов для тела есть которые покруче скрабируют и можно пользоваться вполне вот этими скрабами для тела и вполне можно пользоваться просто скрабами для тела им отскрабировать руками и ногами и тела. Я вот скрабы для ног сама лично не покупаю. Когда оно у меня есть, я с удовольствием пользуюсь, но считаю, что достаточно скраба для тела, чтобы отскрабировать ножки. Потому что вот этот, например, достаточно щадящий, он больше подходит, чтобы отскрабировать пыль с ножек, возможно, какой-то там остатки крема, если вы его наносили. Ну, как бы вот просто очистить кожу, но никак не скрабирование. В любом случае, для этого можно использовать пемзу, да, и все будет хорошо. Крем для ног у меня закончился от Фаберлика Этноботаника, Голубой Кипарис, Лайм, Масло Карите. Вы знаете, мне очень нравится этот аромат. Этот аромат не всем нравится, но я к нему, когда привыкаю, мне прямо даже хочется вечером нанести этот крем для ног, чтобы вот почувствовать. Этот крем хорош тем, что не надо искать салфетку, чтобы с рук убрать. Когда вы нанесли на ноги, можно его же использовать и на руки. Этого будет вполне достаточно. Он не такой непитательный сильно, но легкое увлажнение и легкое питание для беспроблемных ног он дает. То есть, мне его достаточно. Вот. Нравится. У них есть еще маска. Мне маска тоже нравится, но ее надо в меньшее количество, поэкономней, и тогда она тоже хороша. Но вот этот крем мне нравится. Если ноги проблемные, то, наверное, или сухие сильно, то он не поможет. Через час вам будет хотеться еще раз намазать чем-нибудь. Дальше крем из серии отняла у хомяка. Ну, хомяк это наша внутренняя жадина, которая не отдает более ценные продукты в наших глазах. Этот крем для рук ко мне приехал из Израиля от Лерочки. Лер, спасибо тебе большое. Почему обычно такие продукты больше жалко, чем те, которые может быть куплены в России? Ну, потому что я сейчас его истратила, и больше у меня такого нет. И не будет. Поэтому бывает, что сама с собой борешься, чтобы у самой себя отнять из запасов какие-нибудь такие оригинальные интересные кремы. Ну, вот теперь по крему. Это серия Сабон или фирма Сабон. Баттер для рук. Ну, баттер хенд, крем, в общем, крем-баттер для рук. Вы знаете, он такой был достаточно густой, и его было надо совсем немножко, чтобы напитать ручки. Чуть побольше, и оно уже работает как маска. Чуть поменьше, и вы можете помазать руки и дальше работать, если вам нужно браться за бумагу, например. То есть, от количества зависит, как будет работать этот крем. Тут, кажется, да, 30 мл, и он хорошо подходит даже для подсушенных рук. И еще один крем для рук покажу. На самом деле, его оставалось у меня примерно вот так, и я перелила в более удобную емкость. Я не люблю, я говорила уже много раз, остатки крема вдавить. Я его сразу переливаю в более удобную баночку, красивенькую, в форме фруктика, и использую. Теперь, по поводу этих бархатных ручек, мне приезжали они из Москвы, от Катюшки Минченковой. Мне Катюша, привет тебе, Катюш, большое, присылала целый красивый набор бархатных ручек, вот эти вот голубые. И в наборе стоял вот этот крем, и круглая баночка, тоже крема для рук. Баночку я истратила сразу, ну а этот еще такой красивый, постоял в запасах, немножко порадовал мои глазки. Этот хороший крем от бархатных ручек действительно давал увлажнение, питание он не давал. Тут написано три уровня увлажнения, удерживает влагу в коже и экстрасмягчение. Вот он действительно удерживает влагу в коже, почему? Потому что если его нанесешь и помоешь потом ручки, нету желания сразу бежать к крему и по новой его наносить. То есть действительно руки сохраняют вот этот крем немножко в себе. И сюда входит биомасло цветов тиары. Он уже более жидкий, нежели тот, который из Израиля, но работает хорошо, нравится. Вообще я бархатные ручки честно люблю. Но руки у меня в принципе беспроблемные. Но нуждаются к сухости склонны и нуждаются в постоянном уходе. Так, не надоела я еще? Сейчас попробую протараторить про уход за лицом. Оля, Оленька Миссис Смит, ее канал назывался. Почему назывался? Потому что Оля у нас пропала. Ее уже наверное на протяжении больше полугода около года нет. Куда пропала мы не знаем. Оля, возвращайся. Если вдруг ты заходишь и смотришь, то возвращайся. От Эвелин. Она мне присылала такой подарок замечательный. Это крем для лица. Он идет ночной. И омолаживающий крем плюс сыворотка для контура глаз. Для зрелой кожи против морщин. Вы знаете, вот этот вот если взять крем для глаз. Он обещает уменьшать темные круги и отечность. СПФ в нем даже есть 15. Я этот крем наносила и утром и вечером. Даже сохранила. Видите, он вот так был спрятанный. Коробочка у меня просто лежала отдельно. Мне хотелось вам показать, что здесь по кругу написано, потому что я все это забуду. Сам крем выглядел вот так. Хватило его на полгода, хотя объем 15 миллилитров. Использовала, как я сказала, и утром, и вечером. Давайте поближе покажу. Для достаточно бюджетного варианта это хороший крем. Вот так я покажу. Конечно, он чудес диких не делает, чтобы ваша кожа прямо супер-пупер юная стала, если она возрастная. Но в любом случае этот крем работает неплохо. Вот так тоже покажу, потому что мне кажется это важно. Кому это интересно. Понятно, написать красиво может каждый, но мне понравился этот крем. Например, если у меня все для кожи вокруг глаз закончится, и я встречу этот крем, я его куплю. осталось дождаться момента, когда у меня мои запасы закончатся. в общем, вот такой вот крем. Давайте сюда коробочку положу, она не влезет. И вот так он выглядит. Я прямо выдавила до последней капельки, до последней крошечки. И хочу похвалить также ночной крем. Дневной у меня был другой. К сожалению, надо было, конечно, сходить и купить из этой серии еще дневной, но у меня были другой и тоже подходил. Вот так он выглядит. Он меня сначала развеселил, потому что если вы видите вот этот кантик, это обманка, на самом деле пусто тут. И если взять вот так, видите, покуда, и если вот так, то вот здесь донышко, то есть вообще донышко, вот здесь это все пустышка получается, но вот здесь вот оно и еще и пряменько. Ну тут и написано 50 миллилитров, ну просто вот этот объемный объем вот этот зачем? Например, с собой если куда-то взять, то как-то не очень. Ну это понятно, все маркетинговый ход. Крем густой, вкусно пахнет, приятный, питает кожу, утром просыпаешься, ощущение, что вот крем до сих пор только недавно нанесен, причем он не ложится пленкой или не ложится каким-то там густым слоем, который быстрее бы впитался, то есть он впитывается, но при этом вот напитывает так хорошо. Наконец-то у меня дотянулись руки до вот такой сыворотки, это сыворотка от Локситан. Вы знаете, мне вообще очень нравятся сыворотки для лица, я их очень оценила с возрастом, вот так наразик осталось еще, на самом деле я все-все выдавила, даже там ватной палочкой выковырила, видите, на самой пипеточке еще натекло. Это замечательная сыворотка, я не знаю цена-качество, как работает, вот эту сыворотку мне Оленька Ткачева присылала, она мне несколько вообще вот таких замечательных вещей прислала, которые я сама не куплю, а благодаря ей протестирую. Есть, например, сыворотки от Skinlight, которые в Саше идут, там по 4 Саше, вот они не хуже, но, наверное, бюджетней, но с удовольствием я попробовала и эту сыворотку, она мне понравилась. Тут, конечно, количество маленькое, 4, кажется, всего миллилитра, сильно не распробуешь, но в любом случае, около недели я ей пользовалась, она быстро впитывается, и под любой крем для кожи, она хороша. Я старалась ее больше наносить, давайте, я вот здесь ее поставлю, потому что то, что там чуть-чуть осталось, я, наверное, на мои гусиные лапки под глазами еще успею намазать. То есть, я старалась ее наносить больше на проблемные места, там, где нуждается кожа в дополнительном уходе. Ну, потому что ее мало, поэтому. Следующее, что я вам покажу, это от Oriflame. мне присылала Наташенька Черных почти все подарки в этот раз, поэтому я постоянно передаю приветы и спасибо. Но я уже говорила, что я девушка с приветом, поэтому все передаю одни приветы. Это освежающий спрей для лица, его можно было просто разбрызгивать, распылять на кожу лица и получать удовольствие. Вы знаете, я его использовала как тоник, я понимаю, что это не тоник, и поэтому он не может заменить тоник. Но вот распылять просто на лицо как-то я этим пренебрегаю. Хотя в жару был у меня спрей от Aven, термальная вода, я им все-таки заставляла себя пользоваться и получала колоссальное удовольствие. Этим я ленилась, и поэтому я использовала просто как освежающую такую водичку через ватные тампоны. Мне понравилось, то есть использовала. Сейчас я уже достала что я достала? Тоник, и дальше пользоваться буду снова тониками. Дальше. Сейчас покажу одно недоразумение. Крайне редко, вообще крайне редко, чтобы я что-то выкинула, тем более выкинула целиковое. От Камы у меня был набор гель для душа и вот этот дезодорант. антиперспирант. Вот так он смотрится. Я не знаю, тут написано абрикосное, да, абрикосовое молоко, что ли. Я не знаю, хуже аромата я еще не испытывала. Девчонки, может быть у кого-то такой был, вы мне расскажите как вам он. Я не хочу никого обидеть, но вот тут написано 48 часов защиты. Вот вы брызнете сейчас, и вы будете вот этим ароматом концентрированным, не 48, а вот даже вымоетесь, и все равно будет пахнуть от вас вот этим ароматом. Это не то, что перебьет весь парфюм, оно перебьет даже освежитель воздуха в туалете, то есть все перебьет. И честно, лучше пусть от меня потом пахнет, чем вот вот этим концентратом. очень неприятный запах меня преследует, пока я не вымоюсь, а вымоется я бегу сразу почти его смывать с себя. То есть час, два, три, и все от тебя прямо несет концентратом, хотя пшикаешь чуть-чуть. Ну, в общем, не буду я долго рассказывать, это вот в помойку, и мне больше не надо такого. Ладно бы, хотя бы аромат был бы приятный, то, что вот нравится, а тут прямо освежитель воздуха честно в туалете лучше пахнет, лучше им, чем вот. Ну и недалеко от ароматов я еще отойду, у меня закончилось два парфюма, один у меня, другой у мамы, мы живем вместе. Это Eclat Fem от Ariflame 15 мл. Мне очень нравится этот аромат, это прям такая женская классика, единственное, что когда осталось прямо совсем чуть-чуть, наверное, я его уже хотела добить, и он мне чуть-чуть поднадоел, но это, наверное, даже хорошо, я не буду по нему дико скучать. Но вообще этот аромат очень приятный и женственный, нравится. Он и дома можно, и в офисы, и на улицу, хорош. Тоже от Ariflame Paradise или Paradis, Paradise, мне кажется. Тут осталось прямо, ну, я не знаю, вам видно, наверное, чуть-чуть, это мама больше использовала. Она еще тут, ну, допрыскает, конечно, и выкинем, просто не хочется хранить упаковочку еще там месяц. Вы знаете, хочу отметить, 30 миллилитров от Ariflame молодцы, сделали очень красивый флакон. То есть, как бы оно бюджетное, мини-версия и в то же время достаточно красиво стоит на полочке, прямо как украшение. Здорово. Нравится. В этом аромате цветы. Есть такая немножко тяжеленькая нота, перцовая. Такая вот, как бы, знаете, изюминка этого аромата. Но мама говорит, я не чувствую никакого перца. А некоторые девочки говорят, сплошной перец. Ну, я чувствую вот эту небольшую тяжесть, но мне нравится. То есть, эта цветочная нота, мне в нем нравится. Тоже далеко не уберу, потому что еще на два раза его хватит. Еще два средства. Одно вылизало до донышка. Это вот такой вот бальзам для губ Мое солнышко. Это дешевая, просто дешевая версия бальзама, но при этом очень приятный хочу отметить аромат и хорошее качество, потому что вечером наносишь и утро встаешь, губы напитанные, увлажненные и вот ощущение, что бальзам-то нанесла недавно. Очень приятный, очень хороший, и на улице он как защита хорош, и для детей он подходит. Прекрасный, прямо даже одни хвалебные отзывы. вот такой вот SOS экстра восстанавливающая сыворотка для губ и с органовым маслом. Тут есть SPF 20, аромат клубники. Ну, сейчас начал аромат уже искажаться. Знаете, вот этот вот софт сыворотка, потому что это не бальзам, больше, что 12 мл, она больше подходит для конкретных случаев, когда нужно полечить клубы. Поэтому, чтобы вот это средство закончилось раньше, чем срок годности, нужно постоянно ходить с обветренными губами. Поэтому это нормально, что еще какое-то количество тут осталось, но уже сроки годности вышли, и аромат клубники стал искажаться, то есть уже время с ним расстаться. Я им не пользовалась постоянно, только когда были проблемы. Что у ребенка, когда обветривали губки или трескали, что у меня, что у других членов семьи. В этот момент это действительно сыворотка помогала, выручала и подлечивала губки. Присылала мне Надюшка Надежда Полнакс, ее ник был на ютубе, но сейчас Надя, кажется, осталась в подписчиках, но канал, по-моему, удалила. Ну или ролики закрыла, но в общем, к сожалению, канала уже нет, но Надюшка, тебе огромный-огромный привет и большое-большое спасибо. Это хорошее средство. С удовольствием пользовалась и оно мне очень нравилось. И дальше покажу несколько мелких средств. Ну это уже такие сашетки. Универсально очищающая полоска от Фаберлик. Это очень хорошая полоска, мне она нравится. Моему носу она необходима раз в три месяца для профилактики. У меня нет открытых пор, нету черных точек. Крайне редко, когда вот на крыльях носа что-то все-таки собирается и поэтому достаточно раз в три месяца почистить носик. Некоторые говорят, плохо прилипает и плохо работает. Прекрасно прилипает, девчонки, прекрасно работает. Главное, нормально намочите нос и вот то место, которое вы будете на нос прилеплять, надрежьте с двух сторон, чтобы у вас не торчала вот эта вот складка, а немножко нашло друг на другу и плотно прилегло. Потом нос даже чешется, как прочищаете вы его. То есть кожа настолько вычищенная, ощущение, что даже верхний слой и кожи ты снимаешь. Но он прямо розовенький, потом как у младенца. Из серии смотрите, что у меня закончилось. Бывает у нас в блогерах такое, что не знаю, что сказать о средстве, но банка-то пустая, надо ее показать. Ну, в общем, у меня вот такой вот был пилинг. Я честно, ну, кто-то мне его подарил, наверное, потому что пробники все равно не запоминаешь. В любом случае, спасибо тому, кто подарил. Тут написано, что с коллагеном он. Это крем с пилингующими такими частичками, то есть пилинг хороший получается. Вот этого количества хватало на два раза. Ну, пилинговал. Неплохо такой, неплохой пилинг. Вот, все, что я могу сказать, больше ничего. Как-то выкидывать смысла нет, вроде использовала, надо что-то сказать, я сказала. Дальше от Дизао. Вот такая маска закончилась. Это для глаз, 100% тоже коллаген. и здесь во втором на втором этапе идут керамиды. Эти керамиды кто ругает, кто-то может быть и хвалит. Сами Саши, вы посмотрите, какие они хорошие, они идут и на веко, и под глаз, и даже вот где гусиные лапки, это все такое объемное. Главное не сидя с этими масками сидеть, потому что глаз требуется закрыть, а лежать сколько необходимо. Потом по поводу керамидов их надо прямо микро количество, чтобы разнести. Их тут очень много и хватит надолго. То есть их можно потом прям вот этот вот микрокаплю на все лицо, на шею и на декольте до самого там пупка можно наносить и это будет только в плюс. Замечательное вообще вот это вот средство. Мне нравится. Единственное хочу себя поругать, что маски для глаз я делаю крайне редко. Это неправильно. Это область, которая нуждается в крайне частом защите и уходе. Так. Следующая маска шелковая лента. У меня их было целых две штуки. Присылала мне Наташенька Натали Кис. Спасибо тебе Наташа огромное. Вот какая-то грязнюлька. Две были. Одна укрепляющая маска с подтягивающим эффектом с коллагеном, а вторая маска для лица с экстрактом ромашки. Не очень удобные, конечно, вот эти вот, как они называются, сами тканевые вот эти тряпочки, но ничего, они все равно тут надрезаны немножко и наносятся хорошо на лицо. Тут 30 мл. Это достаточно много, потому что когда маску достаешь, просто даже с нее капает. И когда вы полежите с ней 15-20 минут, потом снимаете, и вот это средство, которого тут очень много, можно и на шею, и на грудную клетку, в общем, тоже до самого пупка наносить. Все это будет только в плюс. Маску нужно в конце не смывать, а вбивать. И желательно именно эти маски делать вечером. Почему? Потому что они так плотно впитываются в лицо. И, например, если вы хотите сделать макияж, то тональный крем будет кататься. То есть, она будет скатываться под тональным кремом. Поэтому лучше вечером на очищенное лицо. Вот. Хочу если поругать производителя. Вот, смотрите. Вы что-нибудь видите? Это вот как можно догадаться на желтом писать белым, на белом желтом. У них, смотрите, краска-то есть ведь цветная, да? И вот, чтобы вот это вот прочитать, вот я, например, вот так вот смотрю, даже лупа не справлялась. Вот в камеру то, конечно, если так вот приблизить, то можно разглядеть на камеру. Через камеру я тоже вижу. А через лупу не могла. Даже камера, смотрите, теряется, не может сообразить. Но это не дело, конечно. Вот здесь пусть белым и голубым, но лучше коричневым. зачем вот таким цветом-то. Но маски хорошие. То есть лицо сказало спасибо и мне, и Наташеньке. Еще одна маска закончилась. Вот такая вот она красотуля, прямо вот бутылочка, видите? Бутылочка, очень красиво оформлена. Эта маска ко мне приезжала в коробочке красоты. Давайте посмотрим вообще, чего тут обещают. Обещают увлажнение. и смягчение. Ее надо смывать. То есть вот не очень я люблю маски, которые требуются смывать. Она была похожа такая вот на глиняную, как будто бы. Очень плотная маска, неплохая, но я не очень люблю то, что надо смыть. Мне кажется, что все, что я сделала, оно вот теперь смылось и ничего не осталось. Но на самом деле увлажнение от нее было. Еще одну маску покажу. На самом деле я закончила только нижнюю часть. Сегодня я хочу сделать верхнюю. Это манго. Эта маска приехала ко мне из Тюмени от Оленьки. Она на основе грязи мертвого моря. Поэтому, когда ее наносишь на лицо, оно, как глина, сковывает через какое-то время. И вы не улыбнуться, ничего не можете. Она такая желтоватого цвета. Такого веселенького. То есть, семья смотрит на такую муму. У меня даже кот вздрогнул, когда мимо него прошла в такой маске. Но работает она хорошо. Она действительно очищает 15-20 минут. За 20 минут она полностью застывает на лице. Очищение дает. Но они обещают глубокое очищение. Глубокое, не знаю. У меня поры, я говорила, что узкие. Мне трудно это заметить. Аромат манго, апельсин, ну не знаю. Как-то я сильного аромата тут по крайней мере приятного не заметила. Вот сюда положу, потому что мне ее главное не выкинуть. Я сегодня воспользуюсь. И последнее, что у меня закончилось. Оленька Крюкова мне присылала вот такую маску. Она идет для шеи и зоны декольте омолаживающей 35+. Тут два саше. Одно я использовала еще на юге, а второе использовала в течение двух недель. Вы знаете, ее надо было, вот она обещает, обладает лифтинг-эффектом, разглаживает морщинки и придает здоровый цвет кожи. И вот тут точечками показано, куда наносить. Давайте вот так покажу. Мне понравилась эта маска, поэтому я покажу поближе. и что хочу, тут способ применения, в общем, намазать на 20 минут толстым слоем и потом маску удалить, не смывая. И липкость исчезнет через 15 минут. Вы знаете, я ее не наносила толстым слоем, я ее наносила как крем, как крем для области шеи, декольте. Мне это понравилось больше. Никакой липкости нет, небольшое количество и хватило ее на очень много. Тут количество большое на самом деле, 20 мл представляете, но это очень много. Поэтому я с огромным удовольствием две недели ее мазала и на шею, и на декольте и вообще замечательно она работает. И кожа очень напитанная и приятна коже. Даже после душа крем для тела я наносила куда угодно, кроме этой зоны. То есть на эту зону я наносила только эту маску вот в это время. Если бы ее сделали в баночку, я была бы не против ей пользоваться. Это классно. Все. Вот такие у меня баночки получились за этот период, за последний. Это период не когда они у меня истратились, а в период, который они закончились. поэтому вот этому давайте тоже сюда, чтобы и не забыть. Поэтому вам спасибо огромное всем за внимание, за просмотр. Надеюсь, в чем-то я была и полезна. Если кого-то вдруг обидела вот этим дезодорантом, извините, но может быть мне аромат такой попался, я не знаю. Но прямо вырви глаз это реально. Чтобы я поругала продукт, это действительно нужно ему заслужить такое. Спасибо огромное всем. Всем до встречи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok